Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ «Время новостей». В студии для вас работает Айнур Мирханова, сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. В начале выпуска коротко о самом главном. Эх, дороги! Антикоррупционная служба проверяет качество дорог в регионе. Каковы выводы? Лето, солнце, пляж. Ежедневно туристы, приезжающие на озеро Алаколь, оставляют более 45 кубометров мусора. Ваш билетик. В общественном транспорте Талдыкургане вводится система электронной оплаты, по примеру, Огай. Внести план по этапу новоснятия карантинных мер поручил Госкомиссия Оскар Мамин. Принятие решения способствовало улучшению эпидемиологической ситуации в стране. По словам министра здравоохранения, за 10 дней средний показатель репродуктивности коронавирусной инфекции в РК снизился с 0,92 до 0,82. Доля выздоровевших составляет 73%. Оставшиеся получают необходимое лечение. Загруженность коек снизилась на 61%. Это все результат слаженной работы всего государства, отметил премьер-министр. В целом, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Результат свидетельствует об эффективности принимаемых мер. Поручаю Госкомиссии разработать план по смягчению карантина до 13 августа. Подытожили и итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за 7 месяцев. В базовых отраслях экономики сохраняется положительная динамика роста. В обрабатывающей промышленности обеспечен рост почти на 4%. Объемы строительства увеличились на 6%, ввод жилья на 7,5%. Однако в других сферах дела обстоят не так радужно. Особенно это касается торговли и транспорта. Связано это в первую очередь с внедрением карантинных мер. И все же по 5 из 7 основных показателей в ряде регионов установленная планка преодолена. В их числе и Алматинская область. Съем промышленного производства в Алматинской области увеличился на 5%. Связано это с ростом производства продуктов питания, табачных изделий и фармацевтики. В сельском хозяйстве рост составил 2,4%. Наблюдается увеличение молочных и мясных изделий. Всего привлечено 292 миллиарда тенге инвестиций. Для сдерживания цен на социальные товары из местного бюджета дополнительно выделено 2 миллиарда тенге. В рамках ДКЗ реализуется 977 проектов на общую сумму 109 миллиардов тенге. В целом по области создано свыше почти 39 тысяч рабочих мест. Некачественное дорожное полотно – это повышенная аварийность и рост числа ДТП. С начала года антикоррупционная мониторинговая группа в составе представителей государственных органов ведет тщательное обследование дорог районного, областного и республиканского значения. Особое внимание уделено деятельности подрядных организаций, занимающихся дорожно-строительными работами. Подробности из сюжета. Уже в этом году в Каратальском районе будет обновлен ряд улиц и дорог. Только на текущий и капитальный ремонт дорожной сети этого региона в нынешнем году выделен 1 миллиард 260 миллионов тенге. Реализуется и 28 проектов по дорожной карте занятости. На эти цели будет затрачено около 900 миллионов тенге. По дорожной карте занятости трудоустроено 120 человек из 126 запланированных. На реализацию 28 проектов по дорожным работам заключен договор с тремя подрядными организациями – Silk Road Construction, Golden City и Талкурган-сервис. Талкурган-сервис уже закончил и полностью сдал два объекта. В настоящее время дорожно-строительные работы ведутся в восьми селах района. Из 162 улиц районного центра на восьми будет произведен капитальный ремонт, на девяти ведется текущий, на восьми – гравийная подсыпка, на 34 будет произведена дорожная разметка. Опрос населения показал – к качествам проводимой работы жители довольны. Качество работали нормально, слой положили хороший. Нормально? Да, где-то сантиметров 10 толщина покрытия. Претензии какие-то были вообще? Нет. Однако не все подрядные организации выполняют взятые обязательства на совесть. Так, с 2018 года тянутся судебные тяжбы с ТОО «Алмаз-М», не выполнившим условия договора по капремонту улицы Толеби, протяженность которой более одного километра. Три судебных процесса так и не поставили точку в этом деле. В итоге страдают простые жители, которым приходится глотать пыль и терпеть неудобства разрушенной дороги. Мы получаем очень много жалоб как от владельцев авто, так и пешеходов на состоянии улицы Толеби. Но пока ситуация остается на стадии судебных разбирательств СТО «Алмаз-М». Сейчас мы только можем обеспечить безопасность для автовладельцев и пешеходов, установив опознавательные знаки около люков и дренажных стоков. В селях обеспечения безопасности дорожных движений совместно с службой антикоррупционной службы по Алматинской области нами проведено обследование автомобильных дорог областного значения Каратальского района, также уличная дорожная сеть города Уштеби. По городу Уштеби были выявлены недостатки в виде ям, а также дорожных знаков. Для устранения выявленных недостатков к должностным лицам данных организаций и учреждений выдано предписание. В случае неисполнения выданного предписания нами будет составлен административный протокол по сети 462 Кодекса об административном правонарушении. Работа мониторинговой группы – критический взгляд со стороны за деятельностью подрядных организаций, что должно повысить качество отечественных дорог. Гульмира Тимиргалеева, Аблай Кутыкбай, Телеканал ЖТСУ, Каратальский район. Чистые берега свыше двух с половиной тысяч туристов ежедневно отдыхают на озере Алаколь, оставляя после себя более 45 кубических метров мусора. На чьих же плечах лежит ответственность за чистоту жемчужины Семеречья – узнаем из материалов сюжета. Несмотря на пандемию на побережье озера Алаколь, с наступлением жаркого сезона съезжаются туристы из разных уголков Казахстана, России и других стран. С начала купального сезона здесь отдохнуло более 600 тысяч человек. Это не может не радовать, ведь сумма оказанных услуг к настоящему времени составляет порядка 3 миллиардов тенге. Но есть тут и вторая сторона медали. Ежедневно после туристов остается около 50 кубометров мусора. Его ликвидация – зона ответственности компании Алаколь-Сервис. В этом году заключили договор. Входит у нас отиска берегового санатиска, полностью у нас 15 километров. С отдельной зоной отдыха мы тоже заключили договор. Мы отдаем аренду контейнера. За сезон они ввозят контейнеры. В контейнеры полтора куба. Там они в неделю один раз, два раза ввозим контейнер. Специально машину вызывают они по телефону. Поддержание чистоты на диких пляжах и прибрежной полосе зон отдыха обеспечивают 32 рабочих и 7 единиц техники. Мусор вывозится на специальный полигон, расположенный в 5 километрах от поселка Акши. В свою очередь за качеством проводимых работ коммунального хозяйства пристально следит мониторинговая группа. В ее состав входит полицейская служба, представители СЭС и местные исполнительные власти. Дело в том, что мы когда приезжаем в мониторинг группа, мы обследуем не только базу отдыха. Мы же идем на пляж, да? На пляже мы смотрим, каким образом это идет работа. Ну, сами видели, сейчас порядок. Везде установлены мусорные ящики. Коммунальное хозяйство работает. Надо отметить, что специальная мониторинговая группа наряду с инспектированием качества работ коммунальщиков проверяет соблюдение санитарных норм владельцами баз отдыха. С начала купального сезона выявлено 10 нарушений на общую сумму около миллиона тенге. Евгения Присяжная, Ержан Дусен, телеканал ЖТСУ, Аллакольский район. С 15 августа вводятся электронные билеты на проезд в Толдокурганском общественном транспорте. В настоящее время ведутся подготовительные работы к запуску онлайн-проезда. По словам специалистов отдела пассажирского транспорта, в областном центре 196 автобусов оснащены валидаторами и инструкциями по оплате. Помимо этого разрабатывается индивидуальный проездной билет. Его горожане смогут приобрести в отделениях Казпочты, Сбербанка, Халыхбанка, а также через товарищество Алемпэй. Распоряжением руководства Толдокурганского Акимата уже утвержден проездной тариф. По дорожной карточке 80 тенге, а в случае ее отсутствия можно рассчитаться наличными. Но тогда проезд в общественном транспорте будет дороже – 120 тенге. Стоит отметить, данный проект будет реализован в рамках программы «Цифровой Казахстан». Граждане и пассажиры могут для своего удобства оплачивать банковскими картами, индивидуальными транспортными картами. Также можно с помощью четырех мобильных приложений это все оплатить. СМС оплату можно сделать. Это будет стимулировать общественный транспорт Толдокургана к дальнейшему развитию, к более прозрачному виду деятельности. И, соответственно, от этого выиграют, конечно, как наши граждане, так и наш город Толдокурган. Экоактивисты Алматы обеспокоены проблемой. В мегаполисе деревья замуровывают в бетон, передает Хабар-24. Благоустраивая тротуары, аллеи, улицы, подрядчики наносят непоправимый урон корневой системе зеленых насаждений. Исправляют ошибки лишь после того, как пользователи соцсетей выражают недовольство на своих страницах. Цементируя лунку вокруг дерева, рабочие не знают, какой урон наносят его корням. Не знают они и того, что дерево после такой процедуры просто не выживет. Экологи уже давно бьют тревогу. Даже прописали нормы посадки саженцев и укладки асфальта в близ деревьев. И этот документ еще 8 месяцев назад они отправили в управление юстиции. Но в ответ тишина. Сегодня в Алматы больше 2 миллионов зеленых насаждений. Фактически на одного человека даже по одному дереву не приходится. А если еще их бетонировать, то мегаполис останется без зеленых легких. В Алматы мужчина три раза выстрелил в жителей ЖК, обвинивших его в нарушении тишины, передает Тенгринюс Кейзет. Двое жильцов дома, подойдя к нетрезвому нарушителю тишины с просьбой выключить музыку, были атакованы. После чего нападавший достал пистолет и нанес несколько ударов рукояткой по голове оппонента и открыл стрельбу по двум потерпевшим. Пистолет оказался с холостыми патронами и был лишь слышен звук и хлопки выстрела. Завязалась драка, местные жители повалили нарушителя на асфальт и удерживали его в таком положении до приезда сотрудников полиции. Заведено уголовное дело. Более 700 увеселительных заведений оштрафовали в период карантина в Алматы. Кафе, бары и рестораны нарушили ограничительные меры и работали ночью подпольно, сообщает закон Кейзет. На администрацию заведения тут же составили протокол. Неподалеку проверяющие обнаружили другое кафе, которое функционировало, несмотря на запреты. Плюс ко всему тепловизор оказался неисправным. Однако от представителей заведения последовала бурная реакция. С нарушением они не согласились. Другая владельца одного из кафе-мегаполиса, увидев мобильную группу, тут же решила ретироваться и даже оказала сопротивлением. Бойцы Жасл-Ель в новой ипостаси. С начала пандемии юноши и девушки трудовых отрядов Карасайского района ведут активную работу с населением по профилактике COVID-19. За время карантина карасайские отряды Жасл-Ель инициировали проведение различных акций, одна из которых – профилактика COVID-19 среди населения. Во время мероприятия молодые люди раздали жителям более 500 масок. Наряду с этим, с помощью информационных буклетов, жасл-елевцы призывают граждан соблюдать санитарные нормы в период карантина. В этот сложный период бойцы Жасл-Ель проводят с населением разъяснительную работу. Раздают маски и буклеты. Я тоже получил бесплатную маску. Ребята молодцы. Спасибо им большое. Цель нашей акции – профилактика коронавируса. Наши бойцы разъясняли гражданам всю опасность коронавирусной инфекции. Тем более, что наиболее уязвимой категорией являются поживые люди. Однако основная задача жасл-елевцы – сохранение экологии. Бойцами трудового отряда проведена акция под девизом «Таза-Алем» на берегу реки Каскелен. За считанные часы более 6 километров прилегающей территории были очищены от бытового мусора и пластиковых отходов. «Мы гордимся, что вносим посильный вклад во благо страны», – резюмируют юные патриоты. К слову, по Алматинской области в этом сезоне трудится около 2000 молодых людей. «Нами продлена акция «Таза-Алем». Мы призываем граждан к соблюдению чистоты в местах отдыха, поэтому нацелены на повышение уровня экологической культуры населения». Жасл-елевцы заботятся не только об окружающей среде. В поле зрения молодых бойцов также уязвимые категории населения. Поддержку им оказывают волонтёры фронт-офиса ЖТСУЕР КЛЕРЭ, открытого по инициативе областного штаба Жасл-Ель. «Ежегодно мы проводим множество разных акций. Также по инициативе Жасл-Ель открыт фронт-офис волонтёров Безбергемес. Вместе с ними мы оказываем помощь многодетным матерям и малоимущим семьям. Я рад, что могу приносить пользу своему народу в этот сложный для страны период». Презентация новой книги об Абая Кунамбаеве состоялась в Талдыкурганской областной библиотеке имени Сейфулина. Знаменательное событие приурочено к праздничной дате, официально утвержденной в Казахстане. Первый выпуск книги Азаматтын Абая в количестве тысяч экземпляров посвящен 175-летию Великого Абая. Половина тиража будет доставлена на родину прославленного мыслителя в дар жителям Восточно-Казахстанской области. Напомним, с начала года проводится поэтический конкурс «Абаю посвящается», где отбирались лучшие произведения в честь казахского просветителя. Участие в нём приняли около 200 писателей Семеречи. Но только 100 из них удостоились чести стать соавторами сборника. В честь 175-летия Абая был организован конкурс стихотворений. Посвященный нашему великому писателю. В нём приняли участие свыше 200 красноречивых и талантливых акынов. Выбрать лучших из лучших посодействовал один из членов жюри – Галым Жайвабай. Замечательный писатель нашего края. Избранные произведения мы увековечили в книге Азаматтын Абая. И, наконец, сегодня мы представили наше детище белому свету. Надеемся, что наша книга найдёт своего читателя. В памяти народной в этом году исполняется 100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны Каймолды Бабашева. В память о знаменитом земляке в областном центре состоялась встреча журналистов, ветеранов труда и исследователей. Ветеран войны и труда, кавалер орденов Отечественной войны I, II степени и 17 медалей. Почётный гражданин Куксусского и Каратальского районов. Активный гражданский и партийный деятель. Каймолда Бабашев был свидетелем множества судьбоносных событий на рубеже двух веков. Он внёс неоценимый вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли в послевоенное время. В частности, оказывал неоценимую поддержку животноводам. Также содействовал проведению водопроводной сети электричества в отдалённые аулы и отгонные участки. Участники круглого стола вспоминали о многочисленных заслугах Каймолды Бабашева. Образ жизни уважаемого Аксакала старшая половина ставит в пример молодёжи. Каймолда Бабашев оставил после слепя плеяду талантливых учеников, среди которых Наурыскал Ишпаев, Калабекто Стамбаев и другие. Каймолда прошёл все тяготы войны. Он был примером для многих бойцов армии. В мирное время посвятил себя развитию сельского хозяйства Житцузского края. За долгую жизнь он был удостоен множества наград. До столетия Каймолда Бабашев не дожил один год. И сегодня, в месяц его рождения, мы собрались, чтобы почтить память знаменитого земляка и вспомнить о его неисчислимых заслугах, чтобы его добрые дела стали назиданием для потомков. Масочный режим в Париже. С понедельника парижане и гости французской столицы обязаны носить маски на открытом воздухе. Эту меру мэрия города приняла в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом. Так, ношение индивидуальных средств защиты органов дыхания стало обязателено в таких оживленных районах, как Монмартр, набережная Сены, остров Сите. Масочный режим распространяется на всех людей старше 11 лет. Вне соблюдения правила карается штрафом в 135 евро. Президент США Дональд Трамп в понедельник неожиданно прервал пресс-конференцию в Белом доме спустя несколько минут после начала. К нему подошел сотрудник службы безопасности, затем глава администрации вышел из зала в сопровождении охраны. По возвращении через несколько минут Трамп сообщил журналистам об инциденте, произошедшем за пределами комплекса, и объяснил, что причиной его ухода стала стрельба около Белого дома. Он отметил, что всех деталей не знает, но, по его сведениям, стрелявший был один и получил ранение, нанесенное сотрудниками секретной службы. Мост для диких обезьян построили в Бразилии. В сотне километров от Риа-де-Жанейро через автотрассу перекинули переход, по которому животные могут спокойно пересекать шоссе, не боясь попасть под колеса. Экокоридор создали в первую очередь для золотистых львиных тамаринов. Это небольшие игрунки с пышной шерстью. В дикой природе этих обезьян осталось чуть более 3000 особей. Леса на бразильском побережье, изрезанные дорогами, и миграция для обезьян представляет серьезную опасность. Золотистые игрунки – один из символов Бразилии, но большинство граждан видели их только на банкноте в 20 реалов. В 90-е обезьяны находились на грани исчезновения. Но благодаря усилиям экологов и поддержке властей была проведена программа по интродукции игрунок в природу. Это были все события к этому часу. А я с вами прощаюсь. Встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин